Рассказать, как Сталина я видела. Это редкость. Сейчас, наверное, таких нет, людей-то уже не осталось в живых. Это было сразу после войны. Да, наверное, не надо. А почему нет? Расскажите. Мы же можем компоновать видео. Не надо выкладывать там в общественном, мы можем не выкладывать, а так интересно. И вообще, лично Сталину, на самом деле, нам интересно, а он вообще вот какое ощущение создавал? Я слышал, что он духовный такой человек. Я только видела его. Я с ним не контактировала. Только вот так. И все. Это было сразу после войны. Первый слет юнатов был до войны, а я уже была участником второго слета юнатов. Я землю, я говорю, я выросла с землей. Я вот люблю ее до сих пор. И в школе я всегда была юнатом. И вот второй слет, когда был, первый слет после войны, первый-то был до войны, а этот был после войны. И меня послали делегатом. То есть в нашей школе было дано место на международном слете юнатов. И директор школы взял меня, потому что я все время занималась этим в школе. Приехали мы сначала в Мичуринск, в Мичуринске побыли, там. Потом в Москву поехали. Ну, в Москву куда? В Кремль, конечно. Всех повели. И в Кремль сходили. Вернее, в Мавзолей сходили, Ленина посмотрели. На второй день в Кремль. В Кремль всех не пустили. Нас много было. В Кремль всех не пустили избранных. Пришли мы в Кремль, идем по коридору. А Сталин из кабинета идет с сопровождающими. И он остановился, и мы остановились. И он нам так помахал и пошел. Вот весь визит. Так вот я видела Сталина в живых. Ну, потом нас завели в кабинет. Вот опять фамилия. Нам там подарки дали. Первый раз секатор увидела. Ну, что, какие секаторы во время войны? Мы резали, как придется, ножами, пилками. А нам дали секатор. Ну, конечно, мой секатор был в школе. Леонид Иванович говорит, не дам тебе его домой. Я говорю, да, Леонид Иванович, у меня резать-то нечего у нас. У школы был большой сад. Хороший сад был. А в какой школе вы учились? В конезаводе номер восемь. Это там я Жукова видела. К нам приезжал Жуков на наших лошадках любоваться. И вот я там каталась. Сон английской породы. Лошадка была, что надо. И когда стали ему дарить, он говорит, нет, у меня в Свердловске конюшни даже нет, я не возьму. Пусть у вас останется. Пусть эта девочка на нем катается. Вот так. Он оставил его. Ну, я, конечно, тоже у меня конюшни для него не было и не взяла. Но я любила сон. Он первые места на международных занимал. Он в Свердловске много занимал первых мест. Расскажите, пожалуйста, про мужа. Про мужа вашего. Расскажите. Он был преданным? Нет. Но он вас поддерживал? Да, да. Он поддерживал меня крепко. Он плакал, что у меня так случилось. Я говорю, Валенька, ничего страшного. Не отговаривал вас? Нет. Никогда не сказал, что не надо. И он даже никогда не запретил, что вот приходили, приезжали ко мне. Он даже никогда не сказал, чтоб никто не приходил. Никогда. Даже слова не говорил. И в зону приезжал. Он не говорил, что вот там ты дослужилась, до чего, что сидишь. Никогда. Ничего. И при этом сам как-то не хотел стать ближе, да? А я не знаю, может быть, у него было желание, но никогда не говорил. Но сочувствовал. И понимал. И всегда вот кто приходили, он с ними всегда по-хорошему. А сам он не был. То есть не инициирован. Душой тоже читал? Нет. Нет. То есть не практиковал? Нет. 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 Этого не было. Ничего страшного. Просад ел? Просад ел. Просадом питался. Это было. Я тоже жалела, что он не инициирован. Но тем не менее, обязывать не имею права. Сам не говорил, и я не имею права обязывать.